Здравствуйте! В эфире «Наше время» в студии Елена Макаренко. С 1 июля у всех государственных аптек, краевых и муниципальных, начнутся тяжелые времена. По крайней мере, так считают провизоры и фармацевты региона. Проблему специалисты связывают с изменениями в законе о госзакупках, что вступят в силу через две недели. В чем их суть и почему они усложнят работу аптекам и жизнь больным людям, спросим у Натальи Ашихмина, руководителя государственной сети аптек в Алтайском крае. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте! Объясните, прежде всего, в чем суть изменений в законе. Основных изменений и очень серьезных несколько. Одно из изменений заключается в том, что если до 1 июля аптечные сети государственных структур могли закупать препараты через аукцион по торговым наименованиям, то теперь мы вынуждены будем закупать препараты по международным непатентованным наименованиям. Что это означает на практике? На практике это будет означать, что в аптеку будут поступать препараты с наименьшей розничной ценой, но с недоказанной эффективностью. И ассортимент поступающих препаратов будет резко ограничен. То есть препараты более дорогих производителей, препараты импортного производства мы уже не сможем закупить в том ассортименте, в котором нам необходим. А вот почему? То есть наименование понятно, да? Ну, видимо, поставщики будут отбираться, я правильно понимаю? Те, которые будут предлагать наименьшую стоимость, и только наименование, которое у нас в России, да? В ходе аукциона выигрывает тот поставщик, который предоставляет наименьшую цену контракта. И тот поставщик, который предложит препараты российского производителя, потому что на препараты российского производителя в ходе аукциона... Цена ниже, правильно? Цена ниже, грубо говоря, разрешена. Применяется преференция. Да, да, применяется преференция. Но вот насколько, на Ваш взгляд, сократится число наименований препаратов? Ну, посчитано, что не менее 40% мы потеряем в ассортименте. Но это же много. Это много. Это много, и мы в этом плане поставлены в более худшие конкурентные условия, чем частные аптечные сети. Почему? Потому что для них ограничений никаких не существует. Они закупают все, что хотят, и в любом объеме, без проведения процедур. Наталья, вот тогда хочется понять, кто, какие люди, каких категорий, прежде всего, пострадают от этих новшеств. Вот где у нас расположены в большей степени эти государственные аптеки? Вообще, какой сегмент рынка они занимают у нас в крае? Государственные аптеки в основном расположены в тех населенных пунктах в сельской местности, которые имеют небольшое количество жителей. Но это где-то от 100 до 2000 жителей. И куда розничная сеть частных аптек не заходит в силу своей нерентабельности. А наши аптеки работают, выполняют социальные функции в сельских населенных пунктах. И ограничение ассортимента приведет к тому, что жители маленьких сел просто не смогут, придя в аптеку, купить те препараты, которые им нужны. Они будут вынуждены ехать в райцентры или в города, тратя на это собственные деньги. То есть пострадают прежде всего селяне, а льготники при этом могут пострадать? Льготники не пострадают, потому что льготники у нас обслуживаются по государственным социальным программам. И там своя система централизованного закупа. Но тем не менее у нас многие в крае живут в селах. Я думаю, что это достаточно серьезно отразится на них. А вот скажите, ФАПы в такой ситуации могут быть какой-то палочкой-выручалочкой? ФАПы тоже пострадают, так как ФАПы снабжаются, опять же, через государственную аптечную сеть в основном. И если в государственной аптечной сети снизится ассортимент, естественно, мы не сможем предложить ФАПам более широкий ассортимент для продажи. То есть ассортимент препаратов у них тоже сократится, несмотря на то, что они могут продавать лекарства. Да. Каков же тогда вообще выход, на ваш взгляд? Как выйти из этой непростой ситуации? Ну, выход на самом деле есть. Так как мы работаем по положению о закупках, которые разрабатываем сами, а с 1 июля положение о закупках будет типовое, и разрабатывать его будут органы исполнительной власти на местах, и это положение будет единое и для аптечных сетей, и для других государственных унитарных предприятий, допустим, дорожной службы, то типовое положение не сможет предусмотреть всех тех нюансов, которые необходимы для нашей работы, для работы аптечной розничной сети. И вот именно в полномочиях правительства Алтайского края разработать положение с условием закупки именно для государственных аптечных сетей. Но так как у нас все решения принимаются взвешенно и эффективно, особенно в социальной сфере, то мы надеемся, что мы будем услышаны. Но вы доводили уже эту инициативу до ответственных лиц в крае? Вот свои мысли, свои чаяния, что вам нужно такое положение? Мы работаем над этой проблемой. Я просто знаю, что не так давно было большое собрание мероприятий фармацевтов, провизоров, в общем, экспертов этой сферы, где подготовили резолюцию относительно этих изменений. Кому она направлена, зачем и какие решения вы ждете в итоге? Да, 8 и 9 июня в крае проходила вторая межрегиональная конференция «Сельская аптека», на которой присутствовали гости из Москвы, из других регионов. И в резолюции конференции было принято в частности обращение в Государственную Думу, в Министерство здравоохранения России, в Национальную фармпалату, в котором отражались те предложения, которые мы бы хотели донести. То есть это и выездная форма торговли, что сможет решить проблему тех населенных пунктов, где нет ни ФАПов, ни аптек, ни других лечебных учреждений. Мы выдвинули предложение внести программу «Земский аптекарь» на рассмотрение в правительство, аналогичную программу «Земский доктор», где бы наши работники государственных аптечных сетей поддерживались на уровне федерации, что решило бы проблему с кадрами в сельских аптеках, потому что проблема очень серьезная. Выпускники вузов, как правило, не хотят ехать в село работать. Надеемся, что мы будем услышаны в правительстве, в Госдуме. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин